Сегодня стали известны подробности задержания преступной группировки, осуществлявшей разбойные нападения на различные учреждения и организации города. С ноября 2015 года правоохранители пытались выйти на след этих преступников. Накануне, после очередного разбоя, совместными усилиями полиции, СБУ и прокуратуры они были задержаны в одном из гаражных кооперативов города. Так закончилась история преступной группировки, действовавшей с 2012 года и дерзко заявившей о себе на территории Запорожья в ноябре 2015-го. Членов группировки подозревают по меньшей мере в пяти разбойных нападениях. Задержание шести подозреваемых произошло накануне, после очередного ограбления ювелирного магазина, которое они осуществили, переодевшись сотрудниками СБУ. В результате задержания после очередного разбойного нападения у членов банды изъято четыре автомата, два пистолета и золотые изделия, которые они похитили с места последнего ограбления. Они постоянно использовали форму сотрудников правоохранных органов, чем пытались вести заблуждение тех людей, которые находились на момент совершения преступления в районе объектов, на которые они совершали нападения. Группа была вооружена автоматическим оружием. На протяжении нескольких лет совершала разбойные нападения на ювелирные магазины, инкассаторов и предприятия, учреждения, организации. Каждое преступление группы было тщательно спланировано. Примерно к каждому преступлению готовились от двух до трех месяцев. Прорабатывали все пути отхода, маршруты движения, учитывали наряды, ГСО, патрули. Очень тщательно подходили. По данным правоохранителей, организатором банды выступил 28-летний житель Запорожья, который привлек в нее своих родных и знакомых. Сейчас продолжаются обыски по местам проживания участников преступной группировки, где также изымается оружие, боеприпасы и награбленные золотые изделия. Устанавливаются лица, причастные к деятельности банды. Злоумышленникам инкриминируется ряд статей Уголовного кодекса Украины. В целом их деятельность квалифицирована как бандитизм. Такие преступления наказываются лишением свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.